представляю вам альтернативное подключение вот такого 286 компьютера маленького маленького он не остался без корпуса так что название его я к сожалению вам не скажу интеловский 286 процессор тактовская обвязка видеокарта увы не родная так как у меня дисплея и гаашного лица гаашного не было я взял вот такую вот видеокарту ну тоже достаточно редкую хмт с красивой микросхемой с надписью родная видеокарта восьмеразрядная винбондовская совмещенная с принтерным выходом название к сожалению нет так что не могу название сказать ну скорее всего по названию микросхемки вот это винбонд в 86 855 аф вот это родная и как я уже сказал поставил вот такую неродную хмс микросхемка центральная карта тоже хмси называется подключил следующим образом у него вот такой вот нестандартный разъем подключения но на материнке есть наши любимые ps8 ps9 вот они два ну и соответственно ps9 3 крайних это красный провод 5 вольт дальше беленький у нас идет вот он минус 5 вольт беленький вот на этом разъем и белый есть у нас подключен дальше земля это на земля 4 штучки земли 2 на ps9 2 на ps8 потом вот этот синенький проводок это у нас минус 12 тоже идет вот на этот разъемчик потом стандартный желтый 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 это плюс 12 куда угодно потом 5 вольт красненький втыкаем тоже вот сюда вот ну и в конце паугут серенький ну паугут вот здесь вот есть он вот сюда вот солнце плохо видно все теперь замыкаем зелененький провод с черненьким любым скрепочка я замкнул и все это дело включаем в розеточку все капиллер закрутился пошла загрузка наша так свет опустим чуть-чуть вот хмс и ай-перфоманс вега и его карта 286 от 286 форм playstation даже один мегабайт памяти ну как всегда на жесткий диск ругается что пустой контроллер демпф1 соответственно грузится не хочет вот его параметры коротенько 286 процессор без сопроцессора ничего нет дисплей стандартные порты настроены как и загружаем а даже так перезагружу здесь сзади есть волшебная кнопочка что и представляет из муки вот и нажимаем соответственно пошел заброс и пойдем в бирус посмотрим что там есть что заберется него пидель после современных конечно очень медленно но ничего не поделаешь обе дело заразное на жесткий диск у нас а ну стандартный белый 286 предлагает выйти запустить смоз стандартный смоз ничего здесь страшного да вот память базовая 640 и extended memory 384 без сопроцессора все так эскейпом выходим опять считаем память медленно и неторопливо жмем дель ну и здесь в старых вирусах еще диагностика была вот такая вот клавиши западает висит оказываемся на страничке диагностики сейчас нас читает параметры компьютера а вот тест клавиатуры нажимаем и клавишки наши загораются какой-то стандартуры так как выйти из него из мира а контру брэйт осталось вспомнить где брэйт ну чё перезагрузим не страшно так Вот он читал информацию по компьютеру в нижней строчке. А вверху предлагает выбрать проверка тест клавиатуры, то есть загорается клавиатурка и начинаем нажимать все клавиши, проверять нажатие, адаптер принтера, комовский порт, видео, ну давайте вот адаптер тест, запустим ради интереса. Вот адаптер тест. Дальше не будем, потому что длительные тесты достаточно. Флопика нет, жесткого нет, соответственно он и не предлагает их. Вот ком-порт. Ну скорее всего нужна будет заглушка какая-то, но у меня ее нет. Видите, он просит вставить вот такую заглушку, чтобы сигналы проверить, у меня ее к сожалению нет. Вот мы отвечаем NO и нажмите INTER для возвращения в меню. Вот пожалуйста. Тоже самое с принтерным тестом. Видите, тоже ответа нет. Все, выходим. А, control break, это control escape. Запомните, а то я забыл. Так, действительно хотите выйти? Да, хотим. Есть и INTER. Вот наш мегабайтик. Внутренние тесты. Сейчас ругнется на жесткий диск. Жмем F1. И пошел он в загрузку. Но, само собой, он в дисках не видит, ругается. Вот такой вот компьютер. Вот. Так вот, я не знаю получше, может можно будет разглядеть. Прошу прощения за бардак на столе. Такой вот маленький, миниатюрный, 286-й компьютер. Для сравнения, коробок спичек. И по высоте. По высоте как раз коробок спичек. Вот так вот, спасибо за внимание. Извините за бардак на столе. Люблю рабочий беспорядок.